Я уже говорил, обращаюсь к нашим зрителям сегодня. Мы поразительны все-таки доверчивы. Это не так плохо. Доверчивость, да, простота хуже воровства, говорит русская поговорка, но доверчивость у россиян, коренных, коренников, коренных жителей России, она в крови. Мы язычники, язычники верили в сказки, во все эти обряды, в колдовства, в волшебство какое-то, в вагоне. Кстати, лучше всего в земле Санникова показаны танцы язычников. Их, напомню, танцевал, эти танцы показал в фильме Махмуд Асанбаев. Вот такие мы были до принятия христианства. Язычники верят в языки. Вы что, языки наболтают? Нашепчут? Духи? В то, людей верят безоговорочно. И многие действительно, сейчас Лукашенко развеял все наши сомнения, но многие действительно поверили, что машину от Крокуса специально вели, так сказать, с этими бандитами, до Ашбрянской области, чтобы по дороге они, эти бандиты, показали бы свои связи. То есть, если ты украл будильник, по логике тех, кто такую лапшу вешал на уши, скрывая, уж зачем лапшу вешали на уши, мы можем догадываться только, и кто это делал. Но получается, что если ты украл будильник, то ты от радости побежал похвалиться этим будильником, украденным другим бандитом. Бред. И вот выступил парень, инспектор ГИБДД, к чести, к чести и для полиции, в данном случае, и для власти, никто ничего не скрывает. Инспектор ГИБДД, принимавший участие в погоне, а машины эти зафиксировали только в Брянске. Ну, это Рено. Это Рено. Фотография обошла весьме, наверное. Пока они ехали от Крокуса, проехали всю Московскую область беспрепятственно. Следующую. Только потом оказались в Брянских лесах. Ну, вот инспектор, по его словам, он участвовал в погоне, когда машину Рено с террористами зафиксировали в Брянской области, за ней сразу бросились два экипажа ГИБДД. Догнали ее на 359-м километре трассы М3. Потом преследовали ее еще 20 километров. Конечно, не с целью установить, куда они будут поворачивать. Ну, бред полный еще раз. Лапшу на уши повесить. Но полстраны ведь повелось. Все правильно. Они должны были показать другие явки. Да сейчас. По идее, они должны были защелиться. Машину поменять. Белый Рено был на всех фотографиях. С номером. Если машина в розыске, как она может пройти всю Московскую область? Господи. Да еще за три часа это что? Внедорожник что ли? Они что, по пустырям ехали? По грунтовым дорогам? Да нет, неслись по трассе, где и полицейские посты неминуемые были. Вот на 359-м километре трассы только лишь началась погоня. Там находится развилка в сторону Брянска и поворота на Беларусь. Невозможно сказать, что планировали преступники. Ехать дальше на Украину или свернуть на А240 в сторону Гомеля. То есть у них было два варианта. Один вариант украинская граница. Скорее всего они ехали, бросились именно к украинской границе. Но вторая, они могли свернуть на А240 в сторону Гомеля. Но я-то думаю, что если бы они хотели оказаться в Белоруссии, они бы с Киевского шоссе повернули на Смоленск. После начала погони, сообщил инспектор, они ехали только прямо, никуда не поворачивая. Вероятно, чтобы не терять скорость. Ну что же, это очень важное признание. Еще раз я хочу сказать о доверчивости наших зрителей. Ну ей-богу, любая чушь, мы как дети становимся, многие из нас. Во всяком случае, власти ничего не скрывают. Но это крайне важно. Почему это важно? Потому что даже к таким вот сообщениям, казалось бы, ироничным. Ну как? А нет, после Крокуса. Да и до Крокуса многие понимали, что это серьезно. Но после событий в Крокусе, каждое слово ведь воспринимается несколько иначе. В Петербурге сегодня задержали шестиклассника. Мальчика по подозрению в совершении террористического акта. Ничего себе обвинения для шестиклассника. Но он, судя по всему, пытался поджечь релейный шкаф. О таких задержаниях ребенка, ему 14 лет, должны, конечно, тут же сообщать прокуроры всей нации. Почему? Во-первых, это работа спецслужб. Во-вторых, и 14-летний школьник может устроить диверсию, если его, спасибо в кавычках интернету, не хотя и правильно обучили, как надо поджигать те же релейные шкафы. Барелейные шкафы горят. Не раз уже горелись и в Брянской области мы знаем, и в Владимирской области, и в Калининградской области. И, как правило, в этих поджогах на железных дорогах участвовали дети. 14, 15, 16, 17 лет. За полторы тысячи рублей. Мы часто приводили такие примеры. Ну, вот еще один. 14 лет. Правда, у него был подельник. У 14-летнего подельник. Не, наоборот, 20-летний парень. У 14-летнего такой вот энергичный юноша оказался. В районе станции Удельная в ночь на 25 марта они действительно подожгли релейный шкаф. Но, слава тебе, Господи, шкаф обгорел только снаружи. На график движения поездов поджог не повлиял. Но возбуждено уголовное дело о теракте. У школьника и его подельника ФСБ проводят обыски. Еще раз. Очень важно, что никто не скрывает и говорит все как есть. Все версии. Я о власти. Почему это важно? Потому что так рождается доверие. Это борьба еще и со слухами. Но слухи у нас тоже имеют место быть любые.